Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Москва наращивает воровское присутствие. Как стало известно Prime Crime, 11 сентября решением Головинского райсуда Москвы, 63-летний сухумский вор в законе Нукзар Торченава, более известный в криминальной среде как Торчик, признан виновным в уклонении от административного надзора, установленного Октябрьским райсудом Улан-Удэ, после отбытия им очередного срока в июле 2018 года и приговорен к 230 часам обязательных работ. Поскольку в назначенный срок вору в законе был засчитан домашний арест, наказание считается полностью отбытым и в оранжевом жилете со светоотражательными элементами на улицах столицы, Торчик тоже не появится. Ранее представленная полицейскими в суд, справка о высшем положении Торченавы в преступной иерархии была положена под сукно. Простыми словами, в Москве на легальной основе обосновался еще один действительный вор в законе из-за Кавказа. При этом в Москве уже есть сухумский законник, тоже Менгрел, как и Торчик, от Аркварацхеле, он же Кима, которому видимо потребовалась альтернатива. Как известно в Турции Торчик сблизился с Маци Гварамией, который завоевал расположение Намбавана тем, что убедил Гоги Питерского дать расход Квижовичу, после чего Квижович стал в полноте, а Гоги Питерский был избит, предположительно людьми на мига. После этого, не без благословения Намбавана, Маци предпринял отчаянную попытку высадиться в Москве, но пока не преуспел, в отличие от Торчика, которому теперь косых взглядов от коллег по цеху, точно не избежать. Ранее в июле месяце 2024 года Головинский суд отправил Торчика под домашний арест. Как стало известно прайм-крайм, 18 июля судья Головинского райсуда Москвы Кристина Кострюкова отказала московской полиции в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении вора в законе Нукзара Торченавы, более известного в криминальных кругах как Торчик, меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщалось, двумя днями ранее Торченава, которому турки не продлили вид на жительство, был задержан сотрудниками МУР и ГУР по прилету из Стамбула в аэропорту Внуково за уклонение в 2019 году от административного надзора, установленного 9 июля 2018 года решением Октябрьского райсуда Улан-Удэ, по отбытию очередного срока. Ввиду невесомости вменяемого преступления, перспективная 210,1 заявлена не была, и букета хронических заболеваний, которыми страдает пожилой Торчик, Кострюкова дала вору в законе второй шанс не нарушить воровские традиции, назначив домашний арест на 28 суток, в течение которых ему надлежит не покидать квартиру жены, на улице Клары Цеткин, откуда он благополучно сбежал в 2019 году, и ни с кем не общаться, не считая адвокатов, врачей и близких родственников. Справка о высшем положении Торченава в преступной иерархии, предъявленная суду компетентными сотрудниками МУРа, на судью впечатление не произвела. Напомним, по воровским законам Торчик, будучи действующим вором, теперь просто обязан бежать. А теперь немного предыстории. Вор в законе Торчик задержан в Москве с героином. На западе столицы сотрудниками МУРа пресечена встреча лидеров уголовной среды. В ходе операции, проведенной в одной из гостиниц на улице Большая Филевская, полицейскими задержаны 6 человек, во главе с 54-летним вором в законе Нукзаром Торченава, более известным в криминальных кругах, как Торчик. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято свыше 3 грамм героина, что соответствует особо крупному размеру и предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Напомним, ранее неоднократно судимый уроженец Сухуми Нукзар Торченава в последний раз был осужден за аналогичное преступление в 2007 году, к 7 годам, и освободился из Томской колонии в ноябре 2013 года. Несколько месяцев после выхода на свободу вору в законе, удавалось оставаться в тени, однако в последнее время он начал проявлять активность и вновь попал в поле зрения правоохранительных органов. По нашим данным, две недели назад Торчик вместе Пичугой приняли отставку Макса Француза, который добровольно сложил с себя воровские полномочия. В 2013 году Нукзар Вокзал. Вор в законе Торчик освободился из заключения. В Москву прибыл освободившийся из ИК-3 Томска, 52-летний сухумский вор в законе Нукзар Торченава, более известный в криминальной среде как Торчик. Последние 7 лет он провел в заключении по приговору Мещанского суда Москвы за незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере. В аэропорту Внуково, куда прилетел Торченава, его встретили сотрудники ГУ МВД России по ЦФО и доставили для профилактической беседы на Шаболовку. Из разговора с ним оперативникам стало понятно, что симпатии вора в законе на стороне его крестного отца Мирабом Зарилуа, который по совместительству приходится тестям, предводителю дедовских мегрелов Гели Кардаве. Очевидно, что после долгого отсутствия Торчик не останется в стороне от воровских движений, поэтому полицейские предупредили его, что излишняя активность в Москве снова может дорого ему обойтись. Приговор Торчику может быть ужесточен, авторитетный грузинский вор в законе будет этапирован в Архангельск. В первом составе Московского городского суда в кассационном порядке будет рассмотрено уголовное дело 46-летнего грузинского вора в законе Нукзара Торченавы, известного в уголовной среде как Торчик. 14 мая суд первой инстанции признал Торчика виновным в незаконном хранении наркотиков и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Как нам сообщили в пресс-службе Московского городского суда, по инициативе стороны обвинения приговор, Мещанского районного суда был обжалован в высшей судебной инстанции Москвы. Напомним, Нукзар Торченава был задержан 21 ноября прошлого года сотрудниками УБОП ГУВД Московской области совместно с коллегами из 4 отдела ОРБ-2 МВД РФ в ресторане Варчи, расположенном на Большой Лубянке. В ходе личного досмотра у Торченавы было обнаружено и изъято свыше 11 граммов героина. Как стало известно, Торченаве, ожидающему в столичном СИЗО матросская тишина вступления приговора в законную силу, уже выписан наряд в одной из архангельских колоний общего режима. В 2006 году, старчался, в центре Москвы задержан грузинский вор в законе, Нукзар Торченава. В центре Москвы, был задержан 46-летний грузинский вор в законе, Нукзар Торченава, известный в криминальных кругах под кличкой Торчик. Воровского авторитета задержали в кафе, расположенном на улице Малая Лубянка, напротив здания управления ФСБ по Москве и Московской области. В операции по задержанию участвовали сотрудники УБОП и УФСБ. При личном обыске у Торченавы, который, по оперативным данным, является закоренелым наркоманом, обнаружили 11 граммов героина. Торчик задержан на 48 часов по подозрению в хранении наркотиков в особо крупном размере. Уроженцы Сухумину Нукзара Торченаву относят к одним из самых влиятельных авторитетов грузинского преступного сообщества. Являясь коронованным вором в законе, Торченава патронирует в Москве деятельность так называемых «барсеточников» – воров, которые совершают кражи из автомобилей. Известны случаи, когда некие весьма авторитетные персоны, случайно ставшие жертвами автомобильных воров, обращались к Торчику и получали похищенные вещи назад. По оперативным данным, Торчика короновали в 1980 году в Грузии. Сегодня этот опытный вор в законе реально оказывает серьезное влияние на формирование современной уголовной политики. Будучи сторонником одного из патриархов отечественного воровского движения Аслана Усаяна, Дед Хасан, Торчик является важным звеном в его уголовной империи. В последний раз Нукзара Торченаву задерживали 6 лет назад в Москве, на улице космонавта Волкова. В операции по обезвреживанию лидера западно-грузинского крыла грузинской мафии участвовали сотрудники воровских отделов сразу трех столичных правоохранительных структур ГУБОП, ЦРУБОП и РУБОП по Московской области. Тогда у криминального босса изъяли несколько граммов кокаина. Воры в законе собрались на сходку в Стамбуле. В Стамбуле по инициативе Важи Беганишвили состоялась воровская сходка, посвященная его конфликту с Шотикой Тивдорадзе, на которой присутствовало 27 воров в законе, в том числе Хизир, Юра Лазаревский, Торчик, Гела Джеджуа, Паатова Шакидзе, Арман Калужский, Мираб Мзарилуа, Вова Пухлый, Роланд и Руслан Гигичкори, Мираб Пипия, Серега Молдаван и другие. Несмотря на предсказуемую неявку Шотика и его сторонников, сходка выслушала Важу и зафиксировала его претензии к оппонентам. Участие подавляющего большинства воров обеспечил Гули, под патронажем и на территории которого все и было устроено. Сходку вел Атари Таточе. Напомним, тлевший с 2015 года, так и неурегулированный конфликт по поводу избиения Шотика и тавой Важинного крестника Геги Мадибадзе, вспыхнул с новой силой, когда Гега в январе этого года попал на Украине, в Николаевские депортационные центры после слов Шотика о том, что он не вор, снова был избит фраерами. Важа, возмущенный тем, с каких это пор Шотика решает, кто вор, а кто нет, если к нему самому у Важа есть вопросы, ни на один из которых он не ответил, официально позвал его на сходку. Посредником в переговорном процессе выступил Гии Нижарадзе. Греческие кутаистцы, к которым относится Шотика, придерживаются мнения, что все разногласия между ним и Гегой были решены на сходке, состоявшейся вскоре после избиения Геги, которую ввел Дата Сибисквирадзе. Однако Важа и его сторонники с этим не согласны. По мнению Важа, по итогам той сходки вором должен был остаться кто-то один, либо Гега, либо Шотика. Мягкотелую соглашательскую позицию участников сходки, которые, как считает Важа, были подкуплены алфасоном, чтобы свести конфликт к миру, Важа не разделил и сказал, что не видит в них ничего воровского. Даже если Шотика не знал Гегу, как вора, он прежде, чем распускать руки, должен был справиться у тех воров, имена которых назвал ему Гега, но Шотика этого не сделал. Несмотря на это, во время одной из промежуточных встреч группа кутаистских парламентеров в составе Нижарадзе, Глиховича и Бева передали Важе, что по мнению греков, поддерживающих Шотика, он лжец, говоря сейчас, будто на сходке не согласился с общим решением о примирении сторон. Важа ответил, что независимо от того, приедут ли греки в Стамбул или нет, он ждет там Нижарадзе. Изложив на сходке свою позицию, Важа, поскольку была задета его честь, сказал, что касается десяти воров, включая Шотика, которые назвали его лжецом, а именно, Эмзара Кватию, Шалвовича, Тенга Пирвили, Звиада Папиашвили, Джони Буртгунича, Ливана Цинцадзе, Беса Туташвили, Лазари Хафтаси, а также Гию Нижарадзе, который пообещал, но так и не приехал. При этом Нижарадзе оказался в самой невыгодной ситуации, если греки откажутся от своих обвинений в адрес Важи, что скорее всего и произойдет, Нижарадзе в любом случае придется отвечать. Важа добавил, что как старый больной человек не собирается бегать за Шотика, и если тот захочет его увидеть, он к нему не поедет, потому что Шотика не вор, и собирать по поводу него круг должны посторонние воры. Как сообщалось ранее, накануне сходки в Стамбуле, в Трабзоне состоялась аналогичная сходка кутаистских воров из клана Аняни Джангвиладзе, на которой было принято решение, что двое сторонников Важи Сократ и Сандрик не воры. Сандрик из-за того, что до сих пор не дал оборот ворам, избившим его в Италии, а Сократ из-за того, что подход, который сделал ему Важи полтора года назад, якобы недействительно из-за запрета шакра на новые коронации. По этому поводу Важа сказал, что поведение самих трабзонцев не воровское. Зная, что Важи и Сандрик находятся в Турции, трабзонцы, если у них есть какие-то вопросы, могли бы задать их напрямую лично Сандрику, который все эти годы был рядом с ворами и ни от кого не прятался. Что касается Сократа, который не смог приехать в Стамбул из-за проблем с документами, Важа сказал, что запретить делать ворам подходы могут только мусора и бляди, и те, кто придерживается этого запрета, пусть сами выбирают, в чьей шкуре им комфортнее. Вдобавок Важи нелестно отозвался Арамазит Знеладзе, который был ведущим сходки в Трабзоне, напомнив, как он семь лет отсидел не вором и назвался только с благословения шакра по выезду из скрытой тюрьмы Балашова, а теперь, судя по всему, возвращает ему свой должок. Участники Стамбульской сходки пришли к выводу, что за действиями трабзонцев стоит шакра, который не может простить Важи его независимость. При этом наезд кутаистцев на Важу не мог состояться без одобрения Мираба Сухумского, которого теперь подозревают в тайном сговоре с шакра. Таким образом, с календарным приходом весны, полузабытая местечковая распри Геги и Шотика охватила все основные воровские кланы и грозит перерасти в новый полномасштабный конфликт. Продолжение следует...